Привет, друзья! Сейчас в этом выпуске поборюсь за вот такую интересную работу украинского художника в смешанном стиле Зюбан Иван Федосеевич. Как мы видим, 1985 год, довольно работа старая по возрасту, то есть много лет ей. Видим размер без рамы и по размеру 60 на 82, довольно большая работа, уже несколько ставок есть. Был старт сначала с одной гривны, но потом поставил продавец 550. Попробую поучаствовать в данном лоте. Четыре ставки. Ну, я вижу продавец, покупатель, который сейчас ставит довольно большой рейтинг, не то что у меня. Ну, давайте попробуем поторговаться, посмотрим. Таких работ у меня не было, да и в целом у меня из картин всего 2 сейчас. Это Севастьянов и Шаповалов Константин, его работа. Так, мы видим, что сейчас, скорее всего, работает у нас автоставка, то есть стоит какая-то резервная, ну, не резервная, автоматический торг до какой-то конкретной цены. Собственно, мы можем нажимать, сделать ставку и будет повышаться шаг на 5 гривен. Именно так работает аукцион Виолити. Давайте посмотрим. И видим, видим, что торг продолжается. Сейчас вот именно этот покупатель, не видно, у него лотов никаких нет. Вот. В целом, еще одна работа выставлена этого художника, тоже больших размеров, которая будет немножко попозже, в 9 часов торговаться. И что мы здесь видим, что большие размеры, рейтинг художника 4. Вот. То есть довольно, ну, довольно хороший художник в плане, у него разный стиль смешанный здесь представлен. Вот. Член Союза художников Украины, заслуженный художник Украины. Интересно, за сколько? Ну, работы продавались как по 500, по 600, по 700, за 1000 гривен данного художника. Давайте попробуем поторговаться. 595, вот уже до 600 подходит. Давайте 600 попробуем поставить. 605, то есть автоматически стоит какой-то торг. Мы не знаем, то есть сколько поставил конкретный продавец, конкретный покупатель на данную, данную картину. Так. Сейчас я покажу вам несколько работ, которые были проданы у этого продавца, с конкретно этим художником. Вот такая картина уже была продана за 1110 гривен. Ну, просто торги завершились, да, на каком-то этапе. То есть, может быть, там резервная цена была гораздо больше. Вот. Чем интересна эта работа? В том, что она, во-первых, больших размеров, во-вторых, это коллекционная жилопись, это, ну, есть подпись, подписные работы стоят дороже. Вот. Ну, конечно, и, конечно, сам по себе художник. Такой. И со своим именем. Да, если перейти, можно посмотреть. Давайте сейчас еще делаем вставочку, посмотрим, что сейчас. Какой торг идет, сколько на конкретную лот 625 гривен. Вот, собственно, у нас можно почитать о художнике, когда он родился, когда умер. Его работы. Довольно дорогие работы. Ну, это у нас масло. Кстати, прям красиво-красиво передается. Село на картоне. Маслом сделано. Писал он не только природу, ну, и людей видим здесь. Вот, прям вообще, смотрите, какое настроение. Так, что у нас по данной работе? Стоит автоматический торг. Давайте подумаем. Я очень азартный в этом плане. С торгами. Сколько ж интересно поставил и данный покупатель на эту монет, на эту картину. Автоматическая ставка у меня, то есть, принимаются. Ну, пока не могу дойти до той цены, которую поставил данный покупатель. Я думаю, где-то около 1000. Давайте поставим 750. Вот так вот сделаем. Автоматический торг. Что-то по текущей цены больше. Если мы ставим 755, вот так вот. Что у нас напишут? Вот, я перебил данную ставку. Автоматический торг. Вот мой аккаунт Money Academy. Кстати, переходите на мой аккаунт, посмотрите. Сейчас у меня активных лотов не так много. Это 5 гривен. Есть такой замечательный альбом. Новый. Две куклы. Фарфоровое. Лицо. И из Европы. Ну, лотов у меня будет больше. Так что, тоже переходите и участвуйте, скажем так, в торгах. Я добавлю. Посмотрите, вот на момент записи этого видео. Я стараюсь что-нибудь еще интересных лотов добавить. Так, давайте посмотрим, что у нас. То есть, у нас две картины, которые есть. Вот. И уже доторговал я 705 гривен. Давайте глянем, что. Так, ну, видите, тысяча сто ушла. Это конкретно работа. В принципе, одну работу я бы взял себе. Посмотрим, посмотрим, что это скажет другой человек, который... У меня ведь еще есть резерв определенный по запасу, да, запас по ходу. То есть, 755 гривен я поставил. То есть, сейчас либо картина будет продана мне, либо поучаствовать. Но, в принципе, тут если люди хотят купить что-то подешевле, когда набирается такая довольно большая цена, можно подождать другие какие-то лоты, вот, на которых, например, вот на данном данном лоте здесь пока непонятно за сколько будет продана данная данная картина. Вот еще полчаса до завершения и в целом скажем так, можно ее взять подешевле, чем так, которую мы сейчас уже наторговали. Давайте посмотрим. 760. Поставил таки. Поставил 760. Давайте поставим еще ставочку. на 5 гривен больше. 770. Интересно, поставил он больше. На сколько поставил? Давайте попробую поставить 850. 856. 856 гривен. Так. Я наверняка перебью эту автоматическую ставку. Нет, не перебил. Наверное, он поставил гораздо больше. 899. 904. 904. Ну, видите, дотягивается до 1000 гривен данная работа. Даже не знаю, готов ли я за нее 1000 гривен сейчас отдать именно за конкретную эту работу. Надо подумать, или может побороться за вторую картину. еще раму нужно докупить, может быть, стекло. Какие-то дополнительные затраты. Хотя, почему нет? Картин у меня таких не было. Довольно интересная техника. Давайте еще поставим. Давайте поставим 955. 960. Ну, Давайте поставим 989. Вот так вот. Как говорится, аппетит приходит во время еды, на самом деле. Здесь именно так проходят торги. 994. Ну, что, перевалить за 1000 или нет? Конечно, картин у меня мало. И хотел бы, я вот с Константином встретился в Киеве, Константин Шаповалов, он меня очень вдохновил, как тем, как хранить работы у себя, менять постоянные у себя даже в квартире можно зимние, осенние, весенние пейзажи. И, конечно, нужно иметь эти работы, чтобы выставлять у себя хотя бы наслаждаться, рассматривать, вдохновляться, да, какими-то работами. Вот, когда у тебя всего две, маловато, да, собственно, ни с чего менять. ну, так, давайте подумаем. Давайте добьем до 999, а у меня, наверное, не примет, нужно по тысячу одну гривну. Перевалит ли это лот за тысячу. Давайте посмотрим, какие были продажи у нас этого художника. Вот, вот, ну, еще выставлены, выставлены работы его, 1100 гривен. Можно вот так ориентироваться на продажи. Какие-то супер дешевые, вот и что-то не по 1300. 455, 800. Видите, от, зависит от того, что конкретно вам нравится и сколько вы готовы отдать за эту работу. 550, 1000. То есть, ту конкретную стоимость, которая для вас эта картина играет, вот сколько вы готовы за нее отдать, да, так она и будет продана. Хотя, эти работы однозначно стоят гораздо дороже. просто сейчас рынок, к сожалению, просто просел невероятно. Вот как понять? Вы смотрите, работа большая, техника, 54 гривен. Но как такая работа могла так дешево продаться? И тут у нас минута, у нас получается две картины торгуются. Вот, тут осталась минута 50, 50, а это вторая работа. Здесь осталось 27 минут до завершения. Вот я так поставил. Вот, так, ну что, ребята, ставить ставку или нет? Хочу ли я настолько эту картину или есть другие приоритеты, возможно, монеты? Конечно, вы помните, моя основная тема это монеты Украины не картины, но картины тоже для души радуют. Мы все-таки поставим ставочку, перевалим за тысячу. Тысячу четыре. Сколько же поставил? Вот видите, вот эти торги на аукционе, это именно то, когда ты не знаешь, да, не знаешь, сколько там поставил человек резервную цену, не резервную, а автоматический торг. И ты думаешь, что ты хочешь, готов ли ты больше отдать человекам, то есть торги это всегда интересно. Вот. Ну, судя по таким продажам, которые были, я прямо удивляюсь, как такие картины могли уходить дешевле. Вот это, конечно, я бы купил точно. Что-то я пропустил этот аукцион, здесь очень зелено, прямо интересная работа. Тут бы я поторговался, наверное, до 1300, наверное, я бы точно давал, потому что работа мне так прям нравится. Любимые цвета, то есть там здесь зелено, вдохновляющее такие, еще люблю, когда небо классно сделано. Здесь такое, мне что-то не очень, хотя работа довольно сложная, да, есть передние планы, цель, даль, там переход, ну, то есть, как по мне, для человека, который не занимается картиной, не занимается живописи. Вот. Так. Что можно сказать по этой работе? Здесь тоже у нас есть определенные склоны. Склоны идут, конечно. Как говорится, нужно понять свои, на самом деле, человек, когда принимает выбор, он выбирает между тем, что купить это или это, если человек там торгуется, или он автоматически сравнивает что-то с чем-то другим, да, то есть, например, взять эту картину и сравнить ее с чем-то похожим по стоимости. Например, я когда-то продал гривну 95-го года, гривну 95-го года за 1100 гривен. В данном случае, тогда, она была на пике, тираж, конечно, маленький, я считаю, что сейчас они просели, но это неоправданно просели. И я думаю, что будет рост, просто вопрос стабильности нашей экономики, вопрос интереса людей к монетам Украины, к нумизматике, вот, и в целом уникальность картины в том, что она одна такая неповторимая, вот, монет, конечно, может много быть, но там разные состояния, конечно же, тоже отличают каждую монету индивидуально, но в данном случае, картина, она уникальна тем, что она одна такая, вот, поэтому она интересна, но в целом, каждый человек выбирает, нравится, не нравится, на что он еще готов пойти, сколько, какая цена максимальная за конкретную картину, которую он может заплатить, да, в данном случае, я рассчитывал где-то до 1000 гривен, до 1000 гривен за работу эту можно было бы отдать, тысяча четыре и неизвестно какая стоит автоматическая цена у этого покупателя, вот, поэтому я думаю, скажите, а вы бы взяли такую работу, как вам ваше мнение, что думаете, поторговались бы за картину хорошего украинского художника, причем с подписью огромного размера, с смешанной, в смешанном стиле, да, вот, техника, у нас даже указана бумага, минусы именно этих работ, то, что они могут выгорать, нужно от солнца подальше держать, если масло, все в порядке с маслом будет, тысяча четыре гривны, ладно, давайте сделаем тысячу девять, да, и закончим это, или нет, все-таки пусть берет, пусть берет, нужно, говорится, знать, себе, знаете, чувствовать, когда ты готов что-то купить, или когда ты просто в азарте, ставишь, 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 у меня были такие покупки, когда я слишком дорого покупал конкретные монеты, к сожалению, да, и они, ну, потом, да, потом они мне были не нужны, и продать было очень сложно, по той цене, даже хотя бы отбить ту цену, которую я заплатил, все, лот продан, тысяча четыре гривны, я думаю, цена неплохая, то есть продавец скорее всего так и рассчитывал на данную данную продажу, может быть, я еще хотел побольше, да, вот, ну, в целом, я принял решение, что на данном этапе у меня есть приоритетное, что можно приобрести, и я вам покажу в следующих видео, что я возьму, когда бюджет, скажем так, ограничен, приходится все-таки выбирать, между тем, что прям вообще хочу, хочу, и тем, что можно было бы повесить к себе, потому что никогда не держал эту работу. Вот такое у нас видео с вами получилось, эту картину я отпустил, пускай она будет радовать того человека, который точно знает, что она ему нужна, и, возможно, на перепродажу человек купил, возможно, себе в коллекцию, в целом, я думаю, торгуйтесь за те лоты, которые вас радуют, которые вас вдохновляют, которые вы будете потом испытывать огромное удовольствие, когда эти лоты у вас есть на аукционе Биолити, это можно делать с легкостью, как вы видели по этому, по этим торгам, так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и всем до скорой встречи, поторгуйся, возможно, за другую картину, пока-пока.